Приветствую вас, братья и сестры! Мы прочитаем текст, который записан в 2 Коринфянам, 3 глава, 1 стиха. 2 Коринфянам, 3 глава, 1 стиха. Неужели нам снова знакомиться с вами? Неужели нужны для нас, как для некоторых, одобрительные письма к вам или от вас? Вы – наше письмо, написанное в сердцах наших, узнаваемое и читаемое всеми человеками. Вы показываете собою, что вы – письмо Христово, через служение наше, написанное не чернилами, но Духом Бога Живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца. Приблизительно 55-56 год нашей эры. Апостол Павел во время своего третьего миссионерского путешествия находится в Македонии. Там он встречается с братом Титом. И Тит приносит ему новости. Хорошие и плохие. О Коринфской церкви. Хорошая новость состояла в том, что коринфяне наказали человека, который был во грехе, приняли к нему церковную дисциплину, и это наказание привело к покаянию. Это радовало Павла. Его первое послание, которое он написал, оно принесло свои плоды, результаты. Но была плохая новость. В Коринфской церкви были лжеучителя, которые принесли ложное учение, бесовское учение. И они подрывали авторитет апостола Павла. Они заставляли церковь Коринфе засомневаться в истинности того, что Павел апостол и что он правильно учит. И когда мы читаем все второе послание Коринфянам, то можно заметить, что как будто бы Павел делает акцент все время на себе и на своем призвании. В ранней церкви было нормальным явлением писать рекомендательные письма, или, как мы прочитали в первом стихе, одобрительные. То есть, когда какой-то человек направлялся в другой город, ему писали письмо, которое свидетельствовало о его принадлежности к церкви и давало этому человеку какую-то характеристику. Такие процедуры существуют и в наше время. Мы можем получить свидетельство в устной форме, по телефону, или написать письмо. Я вспоминаю, когда мы 16 лет назад переезжали в Америку, нам также дали от церкви письмо с характеристикой о том, что мы приняли крещение, уверовали, были членами поместной церкви и в мире переезжаем в другую церковь. Характеристика. Скорее всего, лжеучителя проникли в среду церкви в Коринфе, имея такие рекомендательные письма от Иерусалимской церкви, а может быть даже от самих апостолов. Они или действительно получили такие письма, или подделали их. Представьте, что эти люди в Коринфской церкви говорят верующим. А вы уверены, что Павел апостол? Вы видели письма от апостолов из Иерусалима, которые бы рекомендовали Павла? Конечно же, не видели. Может быть, они даже показывали для сравнения свои письма, которые у них были, и говорили, вот у нас есть, а у Павла были такие же письма. Как можно доверять Павлу? Как вы можете его слушаться, если у него не было таких писем? Кроме этого, они многое чего, второе послание Коринфянам, если смотреть, многое они говорили о Павле. Но почему же мы сегодня разбираем эти три стиха? Тема моей проповеди «Вы письмо Христово». Павел, зная такую проблему, пишет им послание. Вот почему во второй Коринфянам, как я уже говорил, когда будете смотреть, вы увидите, что Павел как будто бы очень акцентирует на себе. Он доказывает свое апостольство. Он хочет показать Коринфской церкви, что они уверовали правильно. Поэтому 3 глава начинается с того, что Павел, обращаясь к церкви, которую он основал, к людям, которым он благовествовал, и принес Евангелие такими словами. Мы уже прочитали этот текст, да? И вот начинается. Неужели нам снова знакомиться с вами? Странно. Дорогая церковь Коринфяне, мы что, чужие? Мне снова нужно с вами знакомиться. Я столько времени провел с вами. Я учил вас, заботился о вас, показывал своей жизнью, как нужно любить Господа. Если мы встретимся друг с другом, неужели мне нужно предоставить вам какие-то письма, доказательства о себе? Или вы должны мне предоставить письма из вашей церкви, чтобы я узнал вас? Неужели? И вот он приводит во втором и в третьем стихе два аргумента. Первый аргумент, который он приводит, что Коринфяне уверовали от проповеди Павла. Вы – наше письмо. Если вам нужно доказательство моего призвания, то посмотрите на себя. Кем вы были и кем вы стали? Истина, которую я вам проповедовал, не она ли сделала вас свободными от греха? Учение, которое я вам передал от самого Господа, не оно ли отвернуло вас от дел беззакония к добрым делам? Это был его первый аргумент. Посмотрите, это же я учил вас. Второй аргумент, который он приводит им – это «Вы – письмо Христово». Это не письмо, написанное чернилами, он обращает внимание. Это не просто письмо, которое люди написали, дали характеристику, но они не знают вашего сердца, они не видят, что у вас внутри. Павел говорит, это не письмо, написанное чернилами, а то, что Бог изменил ваши сердца Духом Святым. Через служение Павла Духом Святым изменил сердца, сам Христос живет в вашем сердце. Как это узнать? И здесь же в конце второго стиха он говорит, люди смотрят на вас и читают. Это не те, которые раньше служили идолам и предавались мерзостям и нечистотам мирским. Это другие люди, они выглядят по-другому, говорят по-другому, у них другие интересы и цели в жизни, они по-другому относятся к друг другу и к окружающим. Теперь вас читают и узнают другие люди. Это означает, что без слов рекомендации видно, что вы не такие, как все. Вы христовы, не нужно вам никакое письмо, потому что глядя на вашу жизнь видно, что вы другие, коринфяне. Христос живет в вас. Как хорошо, когда нас спрашивают, кто мы, потому что замечают, что мы другие. Но плохо, когда мы говорим, что мы христиане, а неверующие люди не видят разницы между нами и ими. У нас те же интересы, те же разговоры, мы посещаем одни и те же места. Представьте, если ваш дом, если это студенты, может быть, или даже к нам, пришли неверующие там одноклассники или соседи наши. Они увидели у нас дома или текст Писания висит на стене, или может быть у кого-то рамочка, которую подарили в церкви после покаяния, или свидетельство о крещении. Они смотрят, спрашивают, а что это? Мы им объясняем, и они не видят разницы. Они думают, такая же рамочка может быть, как у них висит на стене о их достижениях, или об образовании, или еще какой-то сертификат, и они не видят разницы между нами. Как же быть письмом Христовым? Это значит свою жизнь построить на библейских ценностях и подчинить свои желания, свои интересы, свои достижения, починить Богу для служения Ему, для служения друг другу, для служения людям. Новая жизнь начинается с изменений в нашем сердце, то есть во внутреннем человеке, через наш разум. Мы слышим истину через Евангелие. Когда мы принимаем верой эту истину, тогда должны происходить изменения в видимых поступках нашей жизни. Поэтому одним из признаков нашей принадлежности к Христу – это наша измененная жизнь. Жизнь, которую можно читать как свидетельство. Слово Божье призывает нас к измененной жизни. Вот почему Павел в Каринской церкви сказал «Вы – письмо Христово». В третьем стихе «Вы показываете собою, что вы – письмо Христово». Жизнь человека, жизнь христианина должна отображать Христа, чтобы без слов можно было людям проповедовать. Пусть Бог нас в этом благословит. Аминь. Помолимся. Субтитры подогнал «Симон»